Был летний московский вечер. В Нижнем фойе театра имени Ленинского комсомола уборщица мыла полы, горел дежурный свет, входные двери были непривычно свободны. Последние неудачники, так и не доставшие лишнего билетика, ушли домой час назад. Спектакль давно начался. Леонов играет сегодня новую роль, и пока он занят на сцене, мы ждем его за кулисами театра возле гримерной. Готовимся к разговору, рассматриваем старые фотографии. На всех фотографиях знакомое лицо. Да, Леонову узнаешь сразу. Самый вид его по привычке вызывает улыбку. Это просто удивительно, как долго держится за Леоновым слава типажного комического актера. А между тем Леонов из тех артистов, которые с радостью берутся за самые неожиданные роли. И как разнообразен актер в желании удивить зрителя. Чаще такое происходит с Леоновым в театре. Театральная его деятельность меньше известна широкой публике. Но именно здесь, в театре, Леонов находит свои необычные леоновские интонации и приносит их в кино. Вот, например, эта фотография. Март 1968 года. Центральный дом актера. Артисты Московского драматического театра имени Станиславского, где в то время работал Леонов, представляют пьесу французского драматурга Жана Ануя Антигона. Эти персонажи сыграют перед нами трагедию про Антигону. Она начинается с момента, когда сыновья Эдипа, Этеокол и Полиник, которые должны были поочередно в течение года каждый править фивами, поссорились и убили друг друга под стенами города. Этеокол, старший, отказался уступить место Полинику, младшему, по истечении своего срока правления. Семь чужеземных царей, которых Полиник перетянул на свою сторону, были разбиты под семью вратами фив. Теперь город спасен, враждовавшие братья погибли, и новый владыка фив, Креон, повелел старшего брата, Этеокла, похоронить торжественно с почестями, а тело младшего Полиника, этого бунтовщика, бродяги, бездельника, не оплакивая и не хороня, бросить на растерзание вороном и шакалом. Всякий, кто осмелится предать его земле, будет безжалостно осужден на смерть. Да, всякий, кто осмелится предать его земле, будет безжалостно осужден на смерть. Креон Евгений Леонов. Легендарного тирана Леонов показывает в пижаме и мягких тапочках. Креон добродушен, пузат и лыс. Не то Санчо Панса, не то Фальстав. Ну, словом, жизнерадостный толстяк, а вовсе не тиран. Ты кому-нибудь говорила о том, что задумала? Нет. Тебе кто-нибудь встретился, когда ты шла туда? Нет, никто. Уверена в этом? Да. Хорошо. Сейчас вернешься к себе в комнату. Скажешь, что заболела. Что со вчерашнего дня никуда не выходила. Это подтвердит кормилица, а этих стражников я уничтожу. Для чего? Ведь вы знаете, что я опять сделаю то же самое. Скажи, пожалуйста, а зачем ты пыталась это сделать? Это мой дом. Я запретил. Ты знала, что он бунтовщик обридать? Да. Значит, ты знала, какая очередь ждет каждого, кто осмелится похоронить его. Я об этом не думала. Как же так? Как же так? Повиноваться закону в первую очередь должна была ты, Антигона. Дочери царя, как никто, обязаны чтить законы. Да если бы я была служанкой и мыла посуду в то время, когда читали ваш указ, то я вымыла бы свои грязные руки, даже не снимая фартук, побежала бы хоронить брата. Неправда. Если бы ты была служанкой, ты бы знала, что тебя повесит. А ты, наверное, рассудила так. Я племянница Криона, невесты его сына, и что бы ни случилось, он не посмеет меня тронуть. Нет. Я знала, что вы меня казните. Гордость Эдипа. В тебе говорит гордость Эдипа. Как я сразу не разглядел ее в глубине твоих глаз. Конечно, ты знала, что я тебя повешу. И тебе это казалось естественной развязкой. Гордячка. Казнить тебя? Ну, посмотри на себя, худышка. Ты сначала растолсте гемену, мальчишку, ради хорошего, а потом и разговаривай со мной. Короче, сейчас иди к себе в комнату, делай все, как я тебе сказал, помалкивай. О том, что другие молчали, я сам позабочусь. И прошу тебя, не испепеляй меня взглядами. Грубая скотина, я не могу понять твоих возвышенных чувств. Я все очень нехорошо понимаю и скажу даже больше, я люблю тебя. Хотя характер у тебя противный. Не забудь, что первую куклу подарил тебе я. Это было совсем недавно. Иди к себе, девочка. Иди, иди. Антифонов, эта дверь не в твою комнату. Ты куда пошла? Вы знаете, куда? А в какую игру ты со мной играешь? Я с вами не играю. Ты что, сумасшедшая, что ли? Ты просто умереть хочешь? Сколько в тебе гордыни, маленькая едика. Вы можете только приказать меня казнить. Ну почему же, я могу пытать тебя. Ну зачем? Чтобы я плакала, молила о пощаде, обещала сделать все, что от меня потребует. А потом, когда боль пройдет, начала все сначала. Послушайте, что тебе надо? Что ты хочешь от меня? Если бы я был обыкновенным тираном, тебе бы давно вырвали язык и тело твое щипали раскаленным железом. Но ты видишь, я колеблюсь, я не зову солдат. И ты нападаешь, издеваешься. Что ты хочешь, маленькая фурия? Пустите меня, родим, это мне больно. Естественно, я сильнее тебя и пользуюсь своим преимуществом, как ты своей. Вот ты и надо было с этого начать. Оторвать тебе уши от чертой матери или за волосы оттаскать. Я вот только одного не могу понять, к чему было со мной спорить. У тебя вся жизнь впереди. Ведь ты обладаешь бесценным сокровищем. И ты хотела от этого отказаться. Ты выходи скорее замуж и будь счастлива. Жизнь не такова, как ты думаешь. Пока ты молода, она как вода проскакивает между пальцами, а ты этого не замечаешь. А ты поскорее замкни пальцы, подставь ладошку, удержи ее. И ты увидишь, как она превращается во что-то маленькое, несложное, твердое, что даже можно грызть, сидя на солнце. Те, кому нужны твоя страстность, темперамент, силы твоего духа, как раз будут говорить тебе обратно. А ты не слушай их. Все это ложь. Правда, только то, о чем не говорят. Жизнь это любимая книга. Это оружие, крепко зажатое в руках. Это ребенок, играющий у твоих ног. В конце концов, это просто скамейка около дома, где можно взять вечерком посидеть, отдохнуть с семьей. Ты, конечно, презираешь меня и долго еще будешь презирать, но когда-нибудь ты поймешь антигоном. это будет печальным утешением твоей старости, что жить, да просто так, жить, в конце концов, большое счастье. Счастье? Не правда ли? Пустяк. Сейчас кажется, что Борис Александрович Львов-Анохин, постановщик спектакля, не так уж и рисковал, когда поручил эту роль Леонову. Но тогда, когда только начиналась работа над спектаклем, в успех верили немногие. Роль драматическая мне, комедийному актеру, в осяком случае в памяти зрителя, я таким и остаюсь, таким и остаюсь по профессии. Комедийный актер Евгений Леонов, джентльменной удачи, реклепостая актриса, 33, зигзаг удачи, и не горю я Афоня. Да, и вдруг такое предложение сыграть трагическую роль царя Криона. Да, мне трудно сказать, уже прошло столько времени, но спектакль был у нас очень интересным. Мне хотелось царя Криона сыграть обыкновенным человеком, в чем-то добрым. Да, он посылает на смерть свою племянницу. И, может быть, оттого он становится еще страшнее. Добрый и безжалостный человек, царь Крион. Ну, как вы очевидно поняли, наш разговор с Евгением Павловичем уже начался. Леонов сидит у стола в своей гримерной. Спектакль только что кончился. Леонов играл в нем главную роль. Спектакль длинный, почти два часа без перерыва. Два часа Леонов не уходит со сцены. Кажется, всего только два раза присел по ходу действия. Рубаха на нем была мокрой насквозь, будто он вышел из-под сильного дождя. Наскоро переодевшись, не передохнув, Леонов повернулся к микрофону. Сегодня вот вы посмотрели спектакль «Вор». Пьесу «Вор» написал польский драматург Вацлав Мысливский. Интересный писатель. Здесь нет какого-то сюжета. Есть характеры, есть события вокруг, которого они разворачиваются. Война. Маленькая, словно вымершая польская деревня в глубоком немецком тылу. Обнесенный забором крестьянский двор. Вот тот ковчег, в котором пытается эта семья бежать от военного потопа. И вдруг к ковчегу прибился посторонний вор. Вора надо наказать по хозяйственной логике, а по человеческой ведь это брат по несчастью. Семью раздирает жесточайший спор. Семья это отец, мать, три сына. Пять почти аллегорических фигур. Леонов играет отца. Роль так и называется отец с большой буквы. монолог. монолог, который прочту вам, дети мои и не слушают, как бывает часто. Я им говорю свои закровенные мысли о человеческой истине, о правде. Но им надоели мои слова. Перед этой сценой уже довольно накопились страсти, конфликт. Дети не очень понимают своего отца. да и отец, по-моему, что-то потерял в своих детях. Сынок, это правда. Правда. Только ведь война грехов не скупает. В войну зло лучшим не становится. Если бы война воровство отпускала и спесь, и алчность, и прелюбодеяние, так же, но она же не отпускает, сынок. Как бы и ненависть людскую отпустить могла бы. И убийство человек человеком, и никто не был бы обязан поступать по-человечески. Был бы кто кем хотел. Палач палачом, предатель предателем. Вот в чем дело-то. Грехи наши тяжелее становится. Легко согрешить, когда вокруг столько ненависти, смерти каждый день, страха, злобы в людях, в себе самом. Потому и грехи наши страшнее должны быть. Безжалостными к ним надо быть, а то в конце концов ведь можно забыть, что такое добро, а что есть зло. Вот в чем дело, сынок. Конечно, один монолог не может дать представление о целом спектакле. И нам бы хотелось услышать еще, ну, хоть бы один монолог. Но было видно, что Евгений Павлович очень устал. Этот день, впрочем, как и все остальные, был у актера насыщен до предела. На спектакль Леонова привезли прямо со съемочной площадки. Я снимаюсь в фильме Обыкновенное чудо по сказке, прелестной сказке Шварцев икраю прекрасную роль короля. Фильм снимает наш главный режиссер, Марк Захаров, главный режиссер Московского театра Ленинского Комсомола. Я еще снимаюсь в фильме у Андрея Смирнова, все его знают, любят, Белорусский вокзал. Он сейчас снимает картину «Время и правда», одну из ролей. Он предложил сыграть мне. Я начинаю сниматься в фильме «Утиная охота» по пьесе Вампилова, режиссера Виталия Мельникова. Впереди встреча с Данелией, с Георгием Николаевичем Данелией, который начинает снимать картину по Володинскому сценарию. Впереди работа, как у всех нас, радости, неудач, горчения, творчество. Ну, что и говорить, диапазон, как всегда, у Леонова огромный. И не только в театре, но и в кино артист продолжает удивлять выбором самых неожиданных ролей. Кажется, нет такой области актерского искусства, куда не проник бы бесстрашный Леонов. Судите сами. Сам Леонов рассказывает об этой работе более чем скромно. Ну, понимаете, тут как-то много не расскажешь, тем более, что в мультипликации, так мне кажется, актер не самая главная фигура. Художник, режиссер мультипликации. Вот центр этого искусства, творчества. Актер отдает туда частичку своих способностей, голос. Я много записывался в мультфильмах, как правило, это всегда случайно. Вдруг позвонят по телефону, сегодня вот хотелось бы да так, да так и было у меня и с Винни-Пухом. Все мы любим эту прекрасную сказку Милна в переводе Бориса Заходера. Режиссер хитрук, прекрасный режиссер. Он искал много актеров, перебирал и предложил мне, попытались, позаписали и получилось. Потом снова, потом другие, потом снова. Ну, в конце концов решили подвигать скорость, подвинули и получилось, что мой голос немножко крепловатый попадает на этого медвежонка Винни-Пуха. Так и получилось, что я стал Винни-Пухом, чему я рад, чему рады дети и некоторые взрослые. Работа в мультипликации отбирает у Леонова не так уж мало времени. Зачем же ему это нужно? По доброте душевной? Ну, режиссер, хороший человек просит, неудобно отказывать? Да нет. Пожалуй, все из той же любви к неожиданному. Ведь не каждый артист может похвастаться, что ему случалось играть насморк или страх, например. И не в переносном, а в прямом смысле. А Леонова случалось. Мультипликация дает актеру колоссальные возможности. Во-первых, актера не видно. Это большое преимущество. Он может не зависеть от своей фигуры, походки, улыбки. С помощью чудес звукозаписи может быть изменен и голос. А что же, спросите вы, останется от актера? Останется его фантазия, его умение придумывать. Актер в мультипликации каждый раз словно рождается заново. В конце концов на экране получается такое, чего артист и не ожидал от себя. Так или иначе, роль Винни-Пуха стала вполне серьезной удачей Леонова, ролью, определяющей актера и объясняющей другие его работы. Не кажется ли вам, что что-то Винни-Пуховское есть в Лариосике Леонова из Дней Турбиных Булгакова в спектакле, поставленном в Театре имени Станиславского? В неуклюжем кузене из Житомира даже в самые трудные моменты его жизни, даже среди суровой действительности гражданской войны, проглядывали черты наивного и непосредственного героя детской сказки. Господа, мы встретились в самое трудное и страшное время. И все мы пережили очень и очень много. И я в том числе. Я ведь тоже пережил жизненную драму. Да, да, и мой утлый корабль долго трепало по волнам гражданской войны. Да, 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 корабль, пока его не прибило в эту гавань с крымовыми шторами к людям, которые мне так понравились. Ну, и у них я застал драму. Ну, нет, 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 не будем говорить о печалях. Время повернулось. Вот сгинул Петлюра. Мы все живы. Мы здоровы. Мы снова все вместе. И даже больше этого. И мне хочется сказать, сказать словами писателя, мы отдохнем. отдохнем. Леонов сам похож на сказочного персонажа. В одном из интервью он даже сравнил себя с Колобком. Ну, что ж, в нем действительно много простодушия и эдакой кажущейся незамысловатости. Недаром Леонова так любят снимать в сказках. Только Леонов мудрее сказки. Ему мало определений добрый или злой, простой или сложный. В любой своей роли, будь то король из снежной королевы или шиболок из донской повести, Леонов стремится разоблачить видимость. Плохо образованный Приходько из белорусского вокзала оказывается больше других понимает, что такое человеческая жизнь. А безобидный Коля из фильма Афоня незаметно для себя предает друга, потому что он добрый, но равнодушный человек. Герои Леонов очень непростые люди. Наверное, этим и объясняется самая большая неожиданность в творческой судьбе Леонова. Роль столбового российского интеллигента Иванова в одноименной чеховской пьесе. История пьес началась с комедийного актера. Чехов любил Давыда Владимира Николаевича и получил эту трагическую роль этому актеру. Вот видите. А Лесков ведь не я сказал, а Лесков такие слова сказал про пьесу Чехова Иванова. Она первая пьеса там, она очень умная пьеса, так пишет Лесков, потому что Чехов не сумел раскрыть трагическую физиономию целого поколения русских интеллигентов. А театры всегда трагедию этого Иванова Иванова видели через исключительность. А наш театр попытался снять эту ставшую в чем-то традиционную исключительность этого образа. А это уже спорно. Да, действительно спорно, сложно. Но может быть поэтому-то и интересно. Послушайте монолог Иванова из этого спектакля. Жалко ничтожный я человек. Презираю себя. Ненавижу свой голос. Шаги мыслей. Руки. Года нет, как я был здоров. Работал этими руками. Умел плакать, когда видел горе. Возмущался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохновение, когда от зари до зари сидишь за рабочим столом. Я в будущее глядел, как в глаза родной матери. веровал. веровал. Теперь я не верю. Теперь я не верю. В безделье проживают дни и ночь. Не слушается ни мозг, ни руки, ни ноги. не менее идет прахом, леса трещат под топором. Ничего не хочу, ничего мне не жаль. Пулю в лоб. Пулю. Многие пишут, Иванов? А чехов ли это? Понимаете, разве Иванов такой может быть? А кто знает, какой Иванов? И почему? Наверное, что-то мы не сумеем до конца донести. Он странный спектакль. Лучше актер пусть останется в стороне. А если он будет сам себя оценивать, то тогда другим трудно будет оценить актера. Вы знаете, актер не имеет права ни от чего отказываться. Чем больше он работает, тем лучше. И когда фирма «Мелодия» предложила Леонова принять участие в работе над записью пластинки о герое народных английских баллад Робин Гуди, артист согласился. Играл роль секретаря шерифа и даже пел. Вамба «Брат по духу Санчо Панси», которого Леонов сыграл в театре имени Маяковского, Ламма Гудзака из кинофильма «Легенда Атиле». И кто знает, может быть, и Фальстафа, роль которого артист готовится исполнить в театре имени Ленинского комсомола. Ближайшие несколько месяцев расписаны у него по часам. Работа в театре, съемки в кино, встречи со зрителями. Я очень рад был встретиться на радио с моими друзьями. У меня души хочется пожелать вам счастья, успехов, творчества, дерзаний. До встречи в театре или на экране, дорогие друзья. До встречи. До встречи.